Так, всё готово, да? Есть! Всё, иду, иду! Блин, лава полилась! Блин, уже всё не по плану! Нет! Нет, 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 нет! Он вылетел! Он вылетел! Чё так просто-то? Ты чё? Нет, 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 нет! Пожалуйста, не надо! Ты где? Всем привет! С вами Лев, это Время Хадкора 11 серия. Мы, в принципе, продолжаем храдить этот Майкрафт с модами и так далее. И сегодня у нас будут такие небольшие планы, в принципе. Я хочу сегодня... Вот, видите, у нас тут джизэк скелет появился, голова его. И вы уже, наверное, понимаете, что я хочу убить сушителя. То есть, в принципе, какие вообще проблемы? Проблема в том, что выбить эту голову достаточно сложно. И вчера я убил, наверное, скелетов, я не знаю, под сотку, наверное, если не больше. Вот у меня там, видите, точка смерти. Но на самом деле я там умер, наверное, раз 30. И дело в том, что я там поставил спавнер с помощью мода крафтинг-энималс, да? Вот, визор скелетов скрафтил, вот таким вот образом они достаточно просто крафтятся. Вот две штуки аж. И сделал еще спавнер. Вот так вот он крафтится просто из железных прутьев. И на самом деле, мне кажется, что это, ну, даже читерство какое-то. Потому что, ну, это прям просто на самом деле. Ну ладно. В принципе, и даже если бы вот здесь бы, например, тот же спавнер бы был бы в середине золотой блок бы, то для меня бы никаких бы проблем не было бы это сделать. Вот здесь, видите, они крутятся. Сейчас они не будут спавниться, скорее всего. Потому что я тут фикела понаставил. А, нет, спавнится! Ах ты, собака. Опасно, опасно. Блин, вот здесь очень много скелетов вот так вот быстро бегает. Даже еще быстрее намного. И они прям тебя валят быстро. Это, конечно, нифига не круто. Так надо шлем одеть. Он же на силу все-таки. Хоть и на медлительность. Я хочу сделать маяк сегодня в этой серии. Потому что, видите, у меня броня как раз на медлительность. И я уже привык к изумрудной броне своей. Она на скорость. Хоть и на скорость один, но все-таки. То есть я хочу какой-то маяк, чтобы как-то быстро бегать. Какие-то эффекты получать хотя бы на своей базе. Я достаточно часто на своей базе. Поэтому, в принципе, ну круто будет. Да. Смотрите. В принципе, я, наверное, в конце серии уже выбью головы. И там уже доснимаю, да. Или вообще к следующей серии уже маяк построю. И в начале серии покажу его. Сейчас вообще я хочу, знаете, какие планы сделать. Во-первых, я хочу слетать в каком-нибудь из миров. Просто посмотреть, что да как там, да. Давайте вот так вот телепортнемся сразу, чтобы не подниматься. Смотрите. У нас всякие ресурсы тут есть. Во-первых, вы сейчас спросите, что это за лавовая броня такая, да. Меч лавовый. В принципе, смотрите, он крафтится достаточно просто. Из лавагемов. Лавагемы это алмазы. То есть, и видите, урон какой. Понятное дело, то что оружие поджигает. И я, насколько помню, но на самом деле не уверен, но если будет полный сет лавовой брони, у меня, видите, штанов нету, то, скорее всего, будет какая-нибудь огнестойкость. Хотя это не точно. Это мои предположения. Я не помню. Я вроде как тестил эту броню давно еще. Ну, в креатив мире, да, в другом мире. Но, правда, не помню. Смотрите, давайте что-нибудь сложим сюда, потому что, видите, тут всякий хлам. Ладно, что-то не получается. Места, видите, не хватает. Как раз я сейчас хочу скрафтить вот такие вот сундуки. У нас, видите, вот такой вот мод появился, наконец-то, на сундуки. Я не знаю, почему я его давно еще не установил. Подождите, а что это? А, это Silver Chest. Я уже думал, что за читерство-то. А, и стекло. Оно почему-то в Faithful'е что-то не отображается. Копер, главное, крафтится сундук. Из-за бисокрафта сливки. А почему-то Silver Chest, он не крафтится. То есть, нету крафта. Поэтому, ладно. Я хочу скрафтить какой-нибудь железный, алмазный, может быть. Давайте алмазный попробуем. В принципе, не так уж и дорого. Во-первых, золота у меня дофига. То есть, золотые сундуки, я думаю, выгодно крафтить. Жалко то, что изумрудов нету. Изумрудных сундуков. Что-то про изумруды вообще все забывают. Это очень мало модов, которые про изумруды вообще не забывают. Вот, видите, пичечки у меня эмиральдовые. Но это все один мод на изумруды как раз. Да, и на броню и так далее. У меня тут, видите, куча железных инструментов. Я тут всяких вот как раз боссов убивал. Броня, кстати. Вот броня, которую я только что рассказал про вещи. Я выбил как раз из босса вот такого данжа. Вот этого, да. Примерно такого же данжа в другом месте. То есть я просто много раз, тысячу раз, наверное, умирал. Ну, не тысячу, конечно. Наверное, раз пятьдесят. И просто я его по чуть-чуть убивал. Они еще как-то меняются, эти боссы. То есть там убьешь одного, появится другой. То есть непонятно, на самом деле, как работает эта система. Но все-таки. Смотрите. Давайте я не буду уже как-то тупить. Давайте все сразу делать. Что нам вообще нужно? Нам нужно Деева. Наверное, любое. Но я, наверное, дуб возьму. Да, вот такой. И, наверное, возьму сразу золото. Вот столько. Ну и, понятное дело, железо. Так, все, крафтим. Сколько нам сундуков надо? Давайте сундуков восемь пока что будет. Да, в принципе. Можно сразу золото сделать или нет? Нет, нельзя. То есть из золота это надо железный сундук. То есть никаких другого выбора нет. То есть надо сначала железный крафтить. Крафтим тогда железный. Пока что только три получилось. Так, сейчас еще я немножечко железа возьму. Так, сундуки чуть не упали вниз. Отлично. Я думаю, этого тоже не хватит. Но все-таки. Так, это на четыре или на три? Да, это опять на три сундука. Ладно, давайте пока что так попробуем сделать. Золотые сундуки. Понятно. Так же крафтится. Вот так вот. И вот так вот. Отлично. Четыре золотых сундука. Во-первых, давайте посмотрим, какие слоты вообще у них. Да. Ммм, неплохо. В принципе, смотрите, какие слоты. Это, наверное, как два двойных сундука. Хотя могу ошибаться. У меня прям очень много золота. Давайте я, в принципе, все возьму это золото. Потому что я смогу еще вот этот сундук экономить. Надо эти сундуки будет заменить. Кстати, видите, апгрейды есть для обычных сундуков, я так понимаю. А нет, это железные сундуки. Золотые. Для обычных, к сожалению, нет апгрейда. Кристаллический сундук. Это алмазный плюс стекло. Это, наверное, еще больше будет сундук. Но я, честно, не помню, что будет. Но, во-первых, давайте вообще алмазный. В принципе, алмазный достаточно просто крафтится. Два алмаза и, блин, еще стекло нужно. Стекло есть или нет? Я, как помню, оно, по-моему, было. Ну, да, есть стекло. Двадцать шесть. Так, хорошо. Я еще делаю золотые сундуки. Так, вот железные. Есть еще два золотых сундука. Шесть золотых сундуков. Что нам надо? Нам надо сейчас получать алмазы, но у нас их нету. То есть у нас семь алмазов. И я, наверное, только четыре возьму, только на два сундука. Потому что я особо их не хочу тратить. Они все-таки, кстати, нужны мне. А, еще стекло, точно. Стекло еще нужно. Я уже испугался. Так вот, есть. Есть. Два алмазных сундука. Стоит ли оно того? Явно стоит. Разницу сейчас покажу. Вы просто посмотрите на это. Вот золотой и вот алмазный. То есть это два алмаза плюс. Разница большая, но я думаю то, что пока что я не буду тратить остальные алмазы, которые у меня есть. Там у меня три алмаза осталось. То есть это еще на один сундук всего хватит. Поэтому пока что ладно. Пускай где-нибудь на улице стоит. Вот у меня есть тут как раз местечко. В котором находятся сундуки. Да. Ну, я не знаю. Вот видите, всякие блоки. Ну, в принципе, здесь пока что обычных сундуков хватает. Поэтому, наверное, на своей базе как раз оставлю. Кстати, как видите, я сегодня без шейдеров играю. Решил попробовать снова без шейдеров. Потому что, как-то честно, я устал от шейдеров. То есть как-то неудобно с ними играть. Во-первых, когда заходишь в какой-нибудь из миров или просто гуляешь ночью, достаточно темно. И это, естественно, неудобно. И я думаю то, что, ну, так не надо. Проще играть просто с Fightful и без шейдеров. Я же вам показал вот эту шахту, да, которую я сделал не всей. Я ее сделал, кстати, достаточно маленькую. Во-первых, изначально вот это место, в котором я в начале сей как раз вам вот это показывал, да, вот эту шахту. Это место было изначально просто, чтобы спавнились мобы из мода Eternal Isles и других модов. Так, опа, кстати, спавнятся зомбаки. Зомбаки, кстати, спавнятся. И гриберы спавнятся из других модов, конечно, но все-таки. Ой, ёпта, тихо, опасно, опасно. Тихо, тихо. Убиваем, убиваем. Девяносто два жизни, девяносто два хп. Это жесть какая-то. Это же я голову сломал, да, сейчас? Кстати, вот это, видите, маленькое пространство, в котором никто не спавнился. Но сейчас, видите, начали спавниться. Не только визерскелеты. Так, нет, это я голову выбил. Я забыл про это уже сразу. Так, давайте поспим сразу. Сегодня, как видите, у нас такая более-менее спокойная сей. Я просто комментирую, ничего такого. То есть, у меня в прошлой стиле вообще там я выездал просто, я не знаю, там, как целый, я не знаю, фильм снимал, блин, как будто бы, да. Это все-таки летсплей. Летсплей с модами, в котором, как бы, я просто хочу постепенно выживать. И, как бы, как-то продвигаться в модах. Да, вот. О, пять тысяч из пяти тысяч. Нифига себе. То есть, я полностью заправил эту вещь. И это офигенно. Некрономикон теперь полностью заправлен. Поэтому мы можем сейчас его положить куда-нибудь вот туда, в ритуалы. И ждать, как бы, копать ресурсы. И будет все тип-топ. На самом деле ресурсов реально не хватает. И надо просто идти копать не все. Или на стримах каких-то. Я, кстати, скоро буду стримить. Я думаю, я сделаю отдельное видео, где я расскажу все про стримы. Думаю, через пару дней или через неделю-две я как раз видео выпущу про стримы. Там что-нибудь расскажу вообще, когда будут. Ну и буду так же стримить скоро. Да. Осталось немножечко подождать. В портал 3. Я, на самом деле, вчера в нем был. Но, на самом деле, я не знаю, что здесь делать. Потому что, смотрите, какая проблема. Меня постоянно пытаются убить кое-какие мобы, а именно плачущие ангелы. Помните, кстати, в прошлой серии, когда я гулял в этом мире? Я наткнулся на такую вещь, на сердечки каменные. Понятное дело, я думаю, то, что нетрудно догадаться, то, что они были серые. И я окаменел. Да, через какое-то время у меня потемнело в глазах. И вот как-то так. Да, ну, в принципе, сейчас достаточно светло, без шейдеров. Вот этих мобов надо убивать. Блин, у меня меч на отталкивание. Давайте я буду лавовым лучше бить. У меня все-таки броня на силу, поэтому ничего страшного. Так, давай, давай, иди сюда. Че? Давай. Ай, блин! Вот это опасно, вот это опасно. Потому что плачущие ангелы здесь любят прям... Они здесь прям, я не знаю, здесь прям валят всех. Они меня прям постоянно слепартируют куда-то. Это, естественно, нифига не хорошо. Так, не туда нажал. Так, опасно, мне нужны крылья. Без крыльев здесь вообще ничего не сделаешь. Они здесь прям орудуют, эти ироды, блин. Плачущие ангелы. Я не знаю, может быть, этот мод тоже убрать. Потому что что-то они вообще мешают играть. Посмотрите, в каких они количествах спавнятся. То есть, они просто в темноте, видимо, спавнятся. И вот получается так, что этот мир заселен ими. Здесь еще, смотрите, здесь вот еще такие блоки. Это как в новых версиях в Майнкрафт-атском выживании, да? Грибосветы, да? Типа того. Типа пародия на них. Ну, на самом деле, наоборот получается. Ну, ладно. Так, я сейчас умрую. Я хочу тех грибосветов набрать. Они прям, смотрите, как бегают за мной. Блин, меня отписло. Все. Ну, вот как всегда. Как всегда. Ага, это тот портал, в котором я тоже в прошлом сей был. Здесь, в принципе, ничего особого нету. То есть, здесь, в принципе, по-моему, только одна руда. По-моему, я даже на Вики читал. И здесь только надо вызывателя для Борса найти. Но, на самом деле, с вызывателем я не знаю, что делать. Надо здесь, короче, мобов убивать. Вот этих. И все. Но они здесь достаточно жесткие. Это вообще перетягивает херня. А, жестко. Жестко, жестко. Так, давайте на смерть. А, здесь нету смерти. Портал 2. Так, хорошо. Блин, неудобно. У меня броня достаточно слабенькая. Они меня с одного, с двух ударов убивают. И это нифига не круто. Давайте вот эту херню попробуем убивать. И убить. У меня крылья опять закончились. Да ты издеваешься, что ли? Кстати, можно еще чем-нибудь зачаровать. Что бы было? Что бы было? Вот у нас еще крылья готовы. Они, конечно, обычные. Не будут быстро летать. Но все-таки. Мы можем зачаровать, например, вот этот меч лавовый. Это что такое? Дреат 1. Это что такое? Не знаю. Первый раз такое слово вижу вообще. Поэтому, ребят, я не разбираюсь. Тут есть, видите, на фортуну кирка, но удачу 1. То есть я могу добывать всякие ресурсы, которые добываются железной киркой. И как бы немножечко фармить. Ну, кстати, на фортуну выгодно. Мне бы еще меч бы на добычу как раз. И вот вообще бы можно было бы выбить бы спокойно бы все, что я хочу. Блин, вот в новой версиях намного проще. Вот ты просто бьешь, подходишь и знаешь, какое зачарование будет. А сейчас, блин, я без понятия. Охренеть. Просто кнопбэк 1. Ты издеваешься, что ли? У меня вот здесь кнопбэк 2, чтобы вы понимали. То есть я просто... Это издевательство какое-то просто, да? Это издевательство. Так. Кстати, я теперь могу... А почему я жареную еду не получаю? Что за бред? У меня же лавовый меч. Вот это, смотрите, ошибка. Ошибка мода. Может быть, потому что я сразу убиваю мобов? Ну, да бред какой-то. Почему сырая еда выпадает? У меня же должна огненная выпадать еда. Что-то ничего не понял, если честно. Да, я сейчас буду все снимать... Стараться раз в неделю, раз в 2 недели. Ух ты, здорово. Перетягиватель к ебаной. Да. Давай. А, тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Главное устоять. Главное устоять при его этой властью, блин. Блин, у меня что-то лагает, когда я его бью. А, нет, нет. Лови, лови. Красавчик. Я молодец. Я упал и смог словить вот эту зеленую Хавен Геймс. С помощью них, по-моему, торговать можно. Блин, меня тянет куда-то. Беги, беги, беги. Ироды убивают. Что происходит? Хавен Геймс. Ну-ка, быстренько. Я хочу узнать, у этих торговцев можно что-нибудь за эти штуки? А, у них только за это можно. Но в грибном изменении. Подождите, я прям помню. Я хорошо помню то, что в каком-то изменении точно было что-то... Такими геймами можно было торговать. Это... Я могу ошибаться, конечно, но все-таки... Так, хорошо. Если здесь... А, я слышу жителей. Отлично. Ну, это же, наверное, не обычные жители. А-а-а, отлично. Я здесь уже был явно. Явно я здесь уже когда-то был. Ты что делаешь? Кто это делает? Непонятно. Так, он что-то не хочет. Он не хочет со мной торговаться. А вот если я гейм в руке держу... Смотрите, всякие пушки, всякие... Всякие другие приколы. Так, он не хочет у меня ничего брать. Он меня не хочет. Красные хотят. Но нет, видите, какие-то другие тут вообще... Вещь надо выбивать. И я уверен почти на 100% то, что здесь, в этом мире, надо бегать. И убивать вот этих опасных мобов. Всяких тут пони. Бегают вот это вроде типа пони. Гребная херня какая-то. Да. Нормально. Охренеть, всякие ангелы тоже тут страшные бегают. Боссы. Мини-боссы. Так, давайте убиваем. Убиваем эти грибы. Блин, вот собаки. Убивают еще травят собаки. Так. Давайте вот так вот убивать. Чтоб подгорали. Так, есть. Что-то выпало. Пушка? Или нет? Гемы какие-то мистические. Давай, давай. Так. Где лопата? У меня нет лопаты? Есть лопата. Хорошо. Давай. Блин, сейчас умру опять. Мне нужно яблоко съесть. Так, я его убил. Что-то выпало. Что-то выпало. Какие-то кости. Или что-то такое. Смотрите. Это какая-то... Это банер какой-то. Нифига себе. Ну, мне такое нравится явно. Так, мне надо чем-нибудь выкинуть. Потому что все плохо. ТНТ. Неплохо. Палочки съел и уберу. Так, тут всякие, видите, хорошие вещи. Блин, умирать не хочу. Банер какой-то. Смотрите. Есть. Фингал банер. Чего? Весело. Так, давай. Подбирайся. Есть еще гемы. Отлично. То есть, надо просто бегать по мирам и выбивать всякие гемы. И можно будет всякий крутой лут получать. Но у этих торговцев, я не помню то, что были вот такие вот Мистериум Геймс. Но я помню то, что где-то они точно были. Но не помню где. Вот правда не помню. Надо не все и будет погулять по мирам и вообще посмотреть, где что да как. То есть, вот эти мистические гемы я явно где-то видел. Но где? Вот это я не знаю. Офигеть. Меня портал убил. Хорошо, ребят, двигаемся по чуть-чуть. То есть, видите, я просто гуляю, но все-таки я что-то, видите, уже понял. То есть, я что-то уже как бы осознал, то что надо убивать мобов всяких миров. Но этим почему-то я вообще не занимался в прошлом. Так, кожа тут всякая. Ну ладно, не буду подбирать. У меня ее много. Поэтому проблем особо нету. Есть. Так, а его можно как-нибудь? Ага. Так, ну это не очень красиво. Может, тут как-то так. Так, вот так вот. Есть. Смотрите, вот куда-нибудь сюда вы его поставите. Вообще. Так, вот как-то вот так вот. Вот, посмотрите просто на это. Ну, в принципе, выглядит достаточно неплохо. Особенно, если сейчас вот это убрать. Но я, конечно, наверное, переставлю. Но все-таки, видите, первый баннер. Не знаю, почему другие я не выбивал. Тоже, кстати, странно. Вот еще, видите, местиум гемы есть. Есть даже такие хавингемы. Я что-то реально не выбивал из этих мобов ничего. Хотя этим надо заниматься. Потому что я могу всякие пушки выбить с 5% шансом. Вот еще есть красные вот эти дьяволы. Типа, помните их, наверное, во второй сейф, в первый сейф. То есть, они меня постоянно валили. То есть, это те, типа, красные такие дьяволы. Быстро бегущие и поджигающие. Вот их в обычном мире я находил. И из них с 5% шансом выпадает пушка оранжевая. Но из них я выбил не оранжевую пушку, а что-то другое. Да. Это я, если что, уже на вики прочитал. То, что с них какая-то пушка выбивается. Но я из них выбил какую-то белую. Помните, да? Без патронов. То есть, просто с использованием. То есть, я просто стрелял. И она достаточно клевая была. Но, к сожалению, из-за хероблина. Где-то в 4-й, в 3-й сейф я просрал это все дело. И вот. Вот как-то так грустно. Так. Змеи всякие тут, видите, бегают в обычных мирах. У меня сейчас уже крылья закончатся. В принципе, в обычном мире особо нечего бояться. Вижу, кстати, еще один портал. Да. Кстати, вот в этих местах, вот в этих. Вот. В этом. В Эбисалкрафте. Вау. Вау, 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 вау. Вау, полегче, опасно, тут ивы, да всякие бегают. Выбираются на свободу. Так, их надо убивать. Это Эбисалкрафта, тоже мобы. Из них тоже много всяких полезных вещей выбивается. Смотрите, ребята, все-таки планы поменялись. И я сейчас хочу вообще объяснить, что я сделал. Прямо сейчас, где-то, наверное, за час последний. И смотрите. Я выбил две головы визора. Теперь у нас, вот, видите, три головы скелета и сушителя. И, в принципе, я еще нашел броню визора. Ну, и сушителя, визора, как хотите, так и называйте, да. Вот такая вот, в принципе, броня. И смотрите, зачем я ее вообще хочу скраблить. Во-первых, понятное дело, то, что если это броня визора, то я еще буду драться сейчас с визором. Да, я хочу его убить же при вас, этого босса. Я не знаю, каким он будет. Может быть, это будет обычный визор, которого я убью достаточно быстро, хотя это не точно. Главное, чтобы он еще, кстати, не пропал. Вот это еще я боюсь, потому что я это буду делать в аду. Да и не только в аду, он просто пропасть может. Вот это, надо, короче, осторожно быть. Короче, видите, у нас еще девять яблок появилось золотых. Я потратил немножко золотых блоков. Но ничего страшного. Я уже не в сей, сам маяк сделаю. Точнее, маяк-то, может быть, и в следующей сей сделаю. Но блоки вот эти расставлю, какие будут. Там золото, да, буду, наверное, с помощью лаки-блоков. Думаю, помните, еще давно, почти год назад, я делал фарм золота в этом мире, да, с помощью лаки-блоков. То есть я ломал лаки-блоки, и много золотых блоков выпадало. И теперь я, короче, могу вот эти лаки-блоки дальше ломать и вот так вот схитрить, так сказать, да. И смотрите, у меня теперь есть вот такие вот слитки. Я сейчас ходил в ад, как раз у меня броня почти полностью доломалась. Вот, смотрите, у меня штанов уже нету, они сломались. И посмотрите, какая прочность. Просто прочности нету никакой уже. И я сейчас как раз крафчу броню. Вот, у меня есть как раз 14 джайда. Мне очень повезло, потому что на эту броню ровно 14 и уйдет. Вот просто повезло. И добыл эмбер-стоун в аду. 16 штук. В принципе, он как алмаз встречается, может, почаще чуть-чуть. Потому что, ну реально, что-то мало в аду его находится. Должно было, наверное, больше спавниться, хотя это я не знаю. Так, все, я начинаю крафтить броню. Эффект, типа, я так понимаю, что там написано то, что фулл сет бонус, типа бонус то, что эффект визора не будет работать на мне. То есть я не умру от эффекта иссушения. Скорее всего, но я не уверен. Так, давайте посмотрим. И вот здесь, по идее, два слитка. Да, да, прям смотрите, как круто. То есть мне ровно 14 джайдой и хватило. И это реально круто. Я его вообще сегодня не добывал. Давайте поспим. И у нас появилась новая броня. Вот та броня недолго прожила, конечно. У нее там прочность 400 всего было. Вот у этой, да. Так, ну давайте эту, типа, наденем. В принципе, вот такая вот броня. Она без эффектов, в принципе. Но, видите, написано то, что бонус здесь есть. То, что, типа, я так понимаю, защищает от эффекта визора и сушителя, да. Итак, я готов. В аду все готово. Яблоки есть. В принципе, это мне не мешает вполне. Да. И, в принципе, меч, в принципе, есть и такой, и такой. Надеюсь, он... Но я, наверное, буду на отдачу бить. Я надеюсь, что все пойдет по плану. Потому что там все-таки Незерак этот, да. И он быстро, он очень легко ломается. Особенно для сушителя. И я хочу просто, чтобы все пошло по плану. Так, отлично. Визор. Визор. Есть. Я, кстати, видите, нашел еще два данжа, да. Вот только что тоже пока там бродил, искал эти... Вот эти слитки. Так, что это за влаги с порталом? Какие-то звуки непонятные. Итак. Я в аду. И я просто готов сейчас начать. И... Убить этого визора. Я думаю, будет не сильно сложно. Вот такая вот, видите, комнатка. В принципе, здесь близко выход. Вот сейчас покажу, да. Вот, смотрите, просто пару блоков. Поэтому визору выбраться будет достаточно просто. И вот я боюсь то, что, надеюсь, он не продает стену и не вылетит отсюда. Буду надеяться. Так, куда-нибудь сюда этот блок поставлю. Будем начинать. Будем начинать. Давайте. Ставлю головы. Сразу ем, наверное, яблочко. Или не надо. Так, все. Давайте я куда-нибудь в сторону сейчас отбегу. Вот так вот. Так, есть. Все. Ем яблочко золотое. Есть. Все. Ем яблочко. У меня желтые такие сердечки снизу. Так, все готово, да. Есть. Все. Иду, иду. Блин, лава полилась. Блин, уже все не по плану. Нет. Нет, 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 нет. Нет. Он вылетел. Он вылетел. А что так просто-то? Ты что? Нет, 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 нет. Нет, пожалуйста, не надо. Ты где? Нет. Твою мать. Это, конечно, все плохо. Давай, 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 давай. Давай. А что так все сложно-то? Давай, давай, давай. Валю, валю, валю. Валю. Блин, он прям вылетел. Главное, чтобы звезда ада не сгорела. А то будет вообще все плохо. Давай, давай, давай. Пробивай, пробивай. Блин, только не над лавой, пожалуйста. Так, надо эту лаву закрыть. Или... Ладно, невыгодно. Убди скелет, пожалуйста. Он, кстати, из скелета валит. Э, эти... Нет, 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 нет. Яблочко, яблочко. Нельзя умирать. Умирать нельзя. Пожалуйста. Вали, вали, вали. Че он не умирает-то? Так, еще яблочко ем. А че все мобы-то сюда прибежали? Блин. Так, ну он не умирает, вроде. Мне надо, чтобы он вылетел отсюда. Он куда-то себя закапывает в огне. Боже мой, да че так все жестко-то? Я не хочу, чтобы он... Так, нет, нет, лава, уйди. Нет. Ааа. Так все сложно-то. Нет. Нет. Нет, 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 нет. Твою мать, я умер все-таки. Пожалуйста, только останься. Только останься, ну пожалуйста. Если, ребята, он не останется, то я в другой серии уже это все сделаю. На следующей серии, потому что... Это... Жесть. Это просто жесть. Пожалуйста, останься. Прошу тебя. Прошу. Так, нагруник одел. Блин, у меня уже нету крыльев. Фу, блин. Опасно. Так, ем вот это хорошее яблоко. На восстановление на 30 секунд. Давай, все, быстренько. Бежим, бежим. Он же не летает. Вали, вали. Нет, нет, только не над плавой. Иди за мной, за мной, за мной, за мной. За мной, за мной, за мной. Так. Вали, вали, вали. Давай. Есть. Есть, есть, есть. Звезда у меня. Звезда у меня. Отлично. Отлично. Я его вальнул. Он, правда, тут немножечко разрушил ад. Но ничего страшного. Блин. Опасно. Назвелась я отсюда. Это, типа, какие-то переделанные сильнозомби или что? Просто я здесь обычных сильнозомби особо не вижу. Вот он. Обычный сильнозомби. Так. Ух ты. А вот это опасный чувачок. Хотя можно попробовать. Ну, давай. Давай, 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 давай. Нет! Нет! Нет, 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 нет. Я... Да ты же издеваешься. Я в огне умер. Смотрите, ребята. У нас теперь крутая Незерская броня. Мне просто интересно. Вот сколько они будут валить меня? Вот просто интересно. Ну, в принципе, он нормально валит. Но он меня еще выстрелил. Поэтому я немножко не понял. Ну, кстати... Достаточно нормально пробивает. Но мне кажется, она получше, чем прошлая была. Вот которая вот эта, вот эта, да. Она что-то вообще недолго прожила. Но эмиральдовая, она еще более слабее. То есть, вот как-то так. Да. Столько яблок нам не пригодилось, в принципе. Но я, в принципе, говорил еще давно, то, что нужны и эмиральдовые яблоки, и золотые. То есть, как бы, и такие, и такие всегда хорошо. Да. Конечно, вот это на выращивание зубудов, вот это все дело, это читерство какое-то, если честно. Теперь смотрите. Теперь знаете, что мы можем сделать? Теперь мы можем сам маяк сделать. Но у нас, по-моему, обсидиана нету. Обсидиан-то я добуду уже не все, и понятное дело. Но обсидиан, кстати, по-моему, есть. Знаете, почему я так думаю? Потому что, в принципе, я знаю, где, если что, его добыть можно. Как бы, у меня есть даже метки, где это все сделать можно. Но все-таки, все-таки интересно, есть ли он у меня. Так, на заитовые блоки. Обсидиан 22 штуки, охренеть. Так, надо стекло еще, оно где-то здесь и оставалось. Насколько я помню, я его здесь оставлял. Так вот, 14 стекла. Потом нам нужна сама звезда Незера. Ну и все. Мы можем крафтить или нет? Давайте я попробую, кстати, скрафтить. Я маяк вообще, наверное, ни разу именно в выживании не крафтил самостоятельно. Прямо, чтобы взял, сделал там и так далее. Такого, по-моему, не было. Так, как-то так. Подождите, ну это точно не так. Собрал стекло. Может быть, вот так вот? Есть! Вот. Пять стекла. Тепсидиана. И одна Незерская звезда. Получается, Биакон. Или по-русски маяк. Отлично! Вот он, ребята, маяк. Отличная просто вещь. Это реально крутая вещь. Я думаю то, что, может быть, я какой-нибудь спавнер визоров сделаю. Потому что, знаете, как вообще его сделать можно. Вот, спавнер визора. Я могу, я мог вообще скрафтить вот так вот визора, да? И засунуть его в спавнер. Но я такого делать не стал. И слава богу, наверное. Если что, я это сделаю. То есть, головы я все-таки выбью. Это минут 40-30. В принципе, не так уж и страшно. На самом деле, в этой сейме достаточно много чего сделали. Вот, у нас теперь еще одна броня. И она действительно, мне кажется, уже такая достаточно прикольная. Посмотрите прям на меня. Прям реально клево так смотрится. И она такая прям серая, черная, такая белая. Кстати, я заметил то, что меня визор вообще не исушал. То есть, он меня правда не исушал. И это, ну, это реально круто. То есть, эта броня еще от визора защищает от таких эффектов. И, конечно же, это, ну, неплохо. Это очень неплохо. Но, а так, сама по себе, это броня как броня. Но она вроде как неплохо защищает. Знаете, что я нашел, пока я убивал этих визор скелетов? Я нашел вот это, вот это яйцо, да? Animal Soul. Душа животных. Я так понимаю, это переводится. И я хочу в следующей сейме попробовать его скрафтить. Крафтится оно, видите, из алмаза и окоэндера, да? Что ты на меня смотришь так? Опасный человек, блин, так на меня смотрит. Прямо пока я тут это объясняю. Смотрите. Подожди, это что такое? Вот эта штука мне, она не нравится. Знаете, почему она мне не нравится? Потому что вот эта хрень, она очень опасная. Она, по-моему, пауков вызывает. Так это и есть какой-то паук съемный. Я раньше вообще не понимал, что это такое. Какой-то паук съемный. Он спавнит пауков других. Ладно, короче, смотрите. Что еще хочу сказать про эту вещь? Вообще, я в следующей сейме ее скрафчу. И попробую душу любую из Eternal Isles, из других модов. Попробую заточить в это яйцо. И если это сработает, то я смогу фармить с помощью вот этих спавнеров. То есть засунуть это яйцо в спавнер. И все будет просто идеально, понимаете? Так, вот эта штука мне, она не нравится. Я помню ее. Это я еще до летсплея, когда... Тихо, тихо. Тихо, тихо. Вот эта херота, она опасная. Но из нее, по-моему, что-то хорошее выпадает. Поэтому она опасная. Так, тихо, тихо. Я немножко звуки потише сделаю. Что-то громко она... Громко оет и что-то опасное. Вот это тоже типа босса, кстати. Это очень опасная херота. Она явно как босс. Вот когда она тебя удаляет, и ты ее много раз бьешь, я так понимаю. Вот тогда нападает очень много опасных пауков, которые... Вот это... Ааа, нет, 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 нет. Я только не тебя, пожалуйста. Зеленый паук это самый мерзкий паук, который здесь есть только. Походу опять. Походу опять история повторяется, как это было несколько... Я не знаю, год назад, наверное. Я... Эта штука... Посмотрите, сколько пауков заспавнило. Блин, да чтоб тебя... Смотрите, вообще не дают ничего сделать. Твои. Какие-то маленькие пауки, какие-то вообще непонятные... Как их удоять, блин, что такое? Я не спал... Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет Нет-нет-нет-нет-нет, пожалуйста Блин, надо что-то делать Надо что-то делать Знаете почему? Потому что Как? Надо поспать, во-первых Чтобы они не агрились Потому что это очень хаткорно Вы понимаете, что у меня сейчас меч украли С нагрудником Нет Это Паук с зелеными глазами Это он Это поедатель, его надо убить Он когда меня ударит, он забирает Какую-то вещь, это просто ужас Мне надо оружие куче взять Вот столько прям, все виды оружия Просто, это такой хаткор Мне сейчас этих зеленых пауков 100% надо убить Потому что Я, нагруник они у меня забрали Да, обычно, вот это твой Ее надо вольнуть, только осторожно Пожалуйста, только не удаяй меня Так, давай, давай Есть, есть, вернул Отлично Фух, я уже яйно испугался Чтобы вы понимали, когда я начинал снимать этот летсплей Допил и сей еще Они вам, мне просто появляются Да это читерство какое-то Я даже ничего не делаю, она сама их спаунит Не, ребят, это очень читерская херня Это босс настоящий Тихо-тихо Главное, обычно, полков не трогать Тогда не страшно будет Нет, 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 нет Меня аглятся, они аглятся на меня Нет, 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 нет Нет, 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 нет Уйди, уйди, уйди Нет, они меня опять убили Да чтоб тебя, да что такое хаткор-то сегодня Ребят, я очень сильно извиняюсь То, что получается большая сея Минут на 35, наверное, получится Носок, может быть, даже Но я постараюсь, конечно, все моменты такие вырезать Но понимаете, то, что сея получилась очень крутой И я если редко снимаю, то даже если большая сея Тут наоборот, мне кажется, круто Да Наверное, все-таки пауков выгоднее убивать Знаете, чем? У меня есть какая-нибудь небесная кара Потому что у меня, я помню, были какие-то мечи На небесную кару Это все-таки хорошая вещь против пауков Особенно того босса А ты какая? Монстр спайдер? Ну ты такой красивый монстр спайдер, если честно Так А! Ты чё? Испешников своих заспавнила, блин А чё ты такой бессмертный-то? Два удара надо сделать целых Так Блин, это жесть Надо эту хероту убить Где она? Где та мразь? Это что и крови? Ты откуда взялся-то? Кто за мной так бежит, я не понимаю Так, блин Иди отсюда Иди отсюда, я тебя вальну Ты понимаешь? Так, иди, иди сюда Есть! Это от неё такая штука вырастает? Так, я эту херню убивал, что ли, уже, значит? Или это просто такая штука была? Подождите То же самое Ну, только меч и другого зачарования Ладно, ладно Но на самом деле я нифига не согласен За эту штуку должны алмазов стак давать, блин Ну, реально, это опасный босс Я даже не знаю, почему я сейчас убить смог Это очень просто было, если честно говорить То есть, когда я тогда пытался Это вообще не сравнится с тем, что сейчас, блин Ну и сейчас, заметьте Даже в такой броне я, блин, поумирал Раз за три-четыре То есть, вот как-то так Смотрите, сколько пауков Всяких видов разных страшных и опасных Прям жесть какая-то Минус один Минус два Короче, это какие-то пауки Но я их, наверное, убью уже не все Либо я их трогать просто не буду И они меня тоже На этом, в принципе, все На этом все У меня тут леса ядношком живет Круто На этом, в принципе, это уже все-таки все Потому что реально Я реально уже устал, честное слово Я сегодня прям много записывал Это прям большая сия Как в старой доброй Как во второй И в третьих сиях Я помню то, что раньше записывал Большие сии Бывало, да Ну и сейчас, в принципе, не такие уж и маленькие Минут по 25 выходит Поэтому тоже немало, да Но все-таки Разница ощутима В принципе, ребята, все Всем спасибо, наконец-то Подписывайтесь на канал В принципе, будем на следующий сиях Может быть, еще каких-то боссов Повбивать И так далее Потому что В принципе, видите У нас броня уже более-менее какая-то Ну и Маяк появился, да Кстати А, вот он, Маяк Слава богу Я еще, кстати, про него забыл Да Может быть, его куда-нибудь поставить Это безопасное место На второй этаж поставлю Потому что здесь-то Ничего не взорвется Ничего, да Ну вот здесь Поставлю, да Как светильник пока что будет В принципе Всем спасибо за просмотр У меня же тут кровяка льется Подписывайтесь на канал На следующем видео Всем спасибо Пока-пока И увидимся в следующем видео Удачи Пока Пока-пока Пока-пока Продолжение следует...